Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно, номер 1089, события дня, Псалом 114.1. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, за 9 декабря 2018 года. Ну, даем наше объявление, прочитайте. Карина, благодарю. Всегда удивляюсь людям, у которых в домах целой библиотеки. Всю жизнь посвящают чтению, а самые главные и самые ценные книги никогда в жизни хотя бы разок не прочитали. Значит, на самом деле зря время теряли впустую. Это на мое стихотворение, как я библиотекарше подарил Библию. Добрый плотник, благодарю за назидание. Господи, продли дни жизни, Игнатий Тихонович, да будет воля Твоя. Далее, Интерфронт пишет, что в Думе собрали подписи для пенсионного обращения куда-то в собрание ВНКС. И вот теперь читайте то, что написано. Просто тормозните это место и просчитайте. И вот еще одно интересно. Сотрудники правоохранительных органов Ташкентской области, вот это Узбекистан, поклялись на Коране, что не будут брать взятки и заниматься вымогательством. Фотография, на которой запечатленная эта церемония, распространилась в узбекском сегменте социальных сетей. Ну, дальше почитайте. Вот они стоят, Коран у них тут, там милиция, полиция. В ноябре в некоторых областях Узбекистана прошли церемонии присяги фермеров. Продолжение следует... Ну, теперь дежурный тут как было. Владимир Галиндухин пишет. «Мир вы, Магнатий Тихонович, настоятель нашего храма и благочинного округа, отец Николай, благословил меня возглавить воскресную школу и преподавать в ней закон Божий. «Слава Богу за всё! Трудимся во славу Божию! Благодарю вас за ваши уроки, назидания, проповеди и многочисленные труды! Стараюсь максимально использовать ваш опыт в работе с детьми и в деле благовестия. Спаси вас, Христос!» Вот он с ребятишками. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И там девятый не вошёл. И он стоит. Очень хороший человек. Приезжал уже не раз с ребятишками на лето. «Дмитрий, сегодня общался на Берсенёвке с отцом Кириллом Сахаровым. Он сам вообще крестит всех мочёных. Но при условии, что доподлинно известно, что не погружали. В моём случае это неизвестно. Он мне сказал, что моего духовного опыта не хватает, чтобы меня крестить. И попросил уточнить, как сейчас крестить детей в деревне, где меня крестили, с той целью, чтобы понимать. В целом он совсем согласен. И с 84-м правилом Шестого Вселенского Собора. Однако сказал, что не может набраться дерзости и крестить, не имея достаточных аргументов для себя. Теперь буду выяснять, что к чему. Такая вот история. Евгения Трапко. Оконцовка окружного послания о масонстве митрополита Антония Храповицкого. И вот дальше читайте. Оконцовка. И местописание считайте. Тоже затормозите и считайте. И переписка тут нашего ввели. Считайте дальше. Продолжение следует. Укancaй cet generations. Отпустие. Тоже затормозите и считайте. Продолжение следует... Оконцовка окруж canal... Продолжение следует... Это я не раз говорил, прям он говорит об этом, я не раз говорил. Продолжение следует... Они говорят, что пасторы есть у армян, совсем даже нет, это рядом, там предложения стоят, там не понял. Пасторы были и есть пасторы в церкви, а у сектантов пасторы, то есть они никто. Вот Игорь Семенец и дальше пишет, тоже прочитайте, вернутся с Израиля. Интересные письма, я прокручиваю, меня читать не трудно, что-то с голосом. Я отвечу, на Украине таких священников, которые крестят, не знаю, они там почти все заражены католической ересью благодельства в деле Господнем. Иеремия 48, 10. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Прививки делают вредно и крайне опасно на всю жизнь. Вот материалы на нашем форуме, вот эти Библии. Рассквернение медицины в Барнауле, кормящая мать и пост, новости мира, Пасха Христова, Христос Воскресе. Вопросы Игнатия Тихоновича, которые люди ждут ответа. Такое вот надо вставлять, и она дальше даст. Он знает, где мы живем. Ну, все. Посмотреть надо наши ресурсы, немножко глянуть. Вот это вот мой мир. Фотографий много. Наш форум, 1600 тембьем. Наш богатый видеоканал. 13 360 роликов. И во свете Библии православный библейский сайт. Очень богатый. Мы можем сказать, что все сегодня. За вчерашний день.